Итак, продолжаем движение по маршруту Москва-Саргут, 9 серия. В этой серии проезда через города не будет. Поэтому буду комментировать о тех населенных пунктах, которые будут находиться недалеко от трассы. Основная часть этой серии будет проходить в темное время суток, но тем не менее комментировать о населенных пунктах вдоль трассы я рассчитываю. С левой стороны по ходу движения недалеко впереди город Конгур. В Википедии написано, что Конгур, город в Пермском крае, административный центр Конгурского района, имеет статус городского округа, расположен на юго-востоке края, в среднем предуралии, в 90 километрах к юго-востоку от города Перми. Официально основанный в 1663 году. С 1970 года является историческим городом России. Получил широкую известность благодаря уникальной ледяной пещере. Население составляет 66 157 человек. Это в 2017 году. Территория 68,7 квадратных километров. Жители города называют конгурцами. Называют конгурцами. А, извиняюсь, конгуряками. Конгуряками. Жители Конгура, конгуряки. Прежде использовалось другое название. Конгурцы. Так, в Википедии сказано, что происхождение названия. Названию городу дала река Конгурка, впадающая в Ирень, в месте постройки первого острога. Гидроним мог возникнуть под влиянием значительного развития в окрестностях города карстовых явлений. В этом случае название может быть связано с тюркским «онгур» или «онгур», что в переводе означает «пещера, теснина, щель в скале». История. Впервые о заложении Конгура упомянуто в 1623 году. Но Шишанко в своей пермской летописи полагает, что означенному заявлению не следует придавать значение, ибо оно основано не на документах, а на одной лишь записи частного лица. Основан же город в 1648 году на порожной земле, купленной русскими людьми у иринских татар, чердынскими и соликанскими воеводами. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 90. Думным дворянином Прокофьем Елизаровым, стольниками князем Петром Прозоровским и Симеоном Кондратьевым. Место для основания было выбрано в двух верстах от падения речки Кунгур в Иринь, где располагалось село Старый Посад, теперь село Троицк, что в 17 верстах к югу от нынешнего Кунгура. Отстроен город к 1649 году переселенцами из Чердыни и Соликамска, к которым позже присоединились выходцы из Вятки. Кайгорода, Сольвичегодска и Устюга. Для заселения Кунгура отряд соликамского воеводы Прокопий Елизарова привел в 1647-1648 годах. Сыск беглых христиан во владениях водчинников и монастырей соликамского уезда. Послушайте, что говорят пока в салоне автомобиля. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 90. Я чуть-чуть не доеду. До скольки будет общественный транспорт? Сможете ли вы самостоятельно добраться? Или мне доехать назад, потом вернуться? Да там есть метро что-нибудь такое? Ну ладно, дойдем посмотрим. Я думаю, там расстояние до километров 5, наверное. Продолжаю. Для заселения Кунгура отряд соликамского воеводы Прокопий Елизарова... Впереди мобильный пост ДПС контроля разметки. Ограничение 90. Не буду отвечать, потому что они задолбали этими. Для заселения Кунгура отряд соликамского воеводы Прокопий Елизарова провел в 1647-48 годах. Нет, они достанут меня. Так, продолжаю. Отстроен город к 1649 году переселенцами из Чердыни и Сариканска, к которым позже присоединились выходцы из Вятки, Кайгорода, Сольвучегорска и Устюга. Для заселения Кунгура отряд соликамского воеводы Прокопий Елизарова провел в 1647-1648 годах сыск беглых крестьян во владениях водчинников и монастырей соликамского уезда. В результате 385 семей беглых крестьян Бобылей и Посадских вывезли на реку Иринь, предоставив в каждой из них земельный участок и освобождение от уплаты тегла на три года. В 1662 году вспыхнуло восстание Башкир. Это Башкирское восстание 1662-1664 года. Недовольных обманом со стороны русских, покупавших землю и злопотреблениями должностных лиц при сборе Ясака. Это, наверное, какой-то налог. Кунг-Гург, который к этому времени насчитывал по разным оценкам от 58 до 96 дворов, был взят и разорен татарами и башкирами на Иринь день. После этого погрома в живых остались лишь те, кто успел схорониться в окрестных лесах и пещерах по берегам реки Сылвы. Поцелевшие жители, челобетный царю Алексею Михайловичу просили в тот же год разрешить им построить новую крепость, поскольку выдержка от татар и башкир селиться не смеют, потому что у них острогу и ружья на Кунг-Гур нет. В общем, такая вот, как сказать, ну это выписка в оригинале. В ответ пришла грамота и велевшая опять выдержка на Кунг-Гуре, отыскав место, где крепь, и в крепи устроить острожек. В 1663 году Кунг-Гур был заложен повторно, но уже на новом месте, где до него находилось село Мыс или Мысовское. С юга и юга запада, возле холма, где устроили город, протекала Ирень с севера Сылова. Высокий и крутой подъем представлял естественную защиту при нападении. С 1673 по 1675 год Кунг-Гур обнесли деревянным Кремлем взамен прежнего острога, в котором строили 8 башен, две из которых Спасская и Тихвинская оборудовались воротами и были проезжими. Высота Кремля в иных местах достигала трех сажен, это около 6,5 метров. В 1703 году Семен Ремезов, известный сибирский картограф, составил чертужи... Кунг-Гур и окружающего город уезда. В том же году Кунг-Гур подвергся осаде приписных крестьян, недовольных приехавшими в город... Верхоторских... Верхоторских... В этом месяце уже... Ж4... В Краснодар ездил... В Саранск... Ну, Краснодар это 1300... В Саранск это вообще там 650 км... Сейчас вот Сургут... 3000... Впереди мобильный пост ДПС контроля разметки. Ограничение 90... А так до этого зато... Честно, что октябрь... В сентябре... В августе не было вообще командировок. Продолжаю... В том же году Кунг-Гур подвергся осаде приписных крестьян, недовольных приехавшим в город Верхоторским воеводой... Осада продолжалась недолго... С 17 по 23 июля... В следующем 1704 году в Кангуре закончили постройкой... Постройкой... А... Ну да... И осветили первый в городе Каменный храм Благовещенский... Ну вот до этого вот так вот... Такое обильное количество командировок у меня было только в... Ну... Ну... Февраль-март... Вот так вот... Где-то... Там еще командировок 10, наверное, было... Продолжаю... Храм был народным в прямом смысле этого слова. На его возведение с каждого горожанина было собрано по 25 копеек, что не помешало его взорвать в конце 30-х годов для строительства дворца обороны. Последний так и не был построен... Впереди мобильный пост ТПС контроля разметки... Ограничение 70... Расстояние... Это Иркутск... Ну... Это по Байкал... Листвянка... По самой дальнейшей... Алло... А ты после этого перезванивал, нет? Да... А... И чё? Немного звонится... А... Понятно... Ну... Короче... Закончилась эта магистраль уже, которая была... Трехполосная... Да... Музыка... Мне недолго музыка играла... Сейчас вот едем... Одна полоса в одну сторону, одна в другую... Приличная... То есть как бы... Ну да... Встречки много... Особо не пообгоняешь... Либо встреч... Либо встречка... Либо... Либо этот... Либо этот... Алло... Слышишь? Да-да... Либо встречка... Либо сплошная... Да не-не-не... Я не нарушаю вечер сплошную... Не езжу... Это я звоню по телефону... Контролирую... Так... Продолжаем... Продолжаем... Пропонгор... В 1720... Я опять тебя не слышал... В 1720 году в городе выделено первое 140 кош... В 1724 году открыт кожевенный завод... Занявшийся производством юфки... Первоначально кожевенные предприятия располагались в верхней части конгура... И лишь в начале 19-го века... Их перенесли в нижний город... Мегафон вроде не очень плохо... Мегафон более-менее разбит... Ибо замочка кож и их мойка портили воду в Сылве... Делая ее непригодной для питья... Кроме того... Под Конгуром стоял... Выдержка опять... Всюду запах кож... Видимо... Видимое дело... Что... Город этим живет... Это выдержка... Вот... Из какого-то документа... В том же 1720 году... Василием Татищевым в Кунгуре открыта... Горная канцелярия... В 1725 году... Переименованная в Кунгурский Вергамп... Я приехал туда вечером... Проводил закат... Встретил рассвет... Развернулся и уехал... Вечером было прохладно... И... Туман был... То есть я особо там даже... Не налюбовался... Проехать пять с половиной тысяч километров... Ну да... И еще удалось... Не уничтожать пить... Да, то есть... Даже не были... Даже не этот... Не знаю что... Ну, знают, но не видели своими глазами... Могут представить, что в бою. Нет, это населенный пункт. Туда привозят туристов в основном. Китайцев. Так, продолжаю. В самом начале 1774 года в Кунгур подступили татарские, башкирские и мятежные казачьи отряды Пугачева. Треспянка, это вот прям на самом берегу Байкала. Под началом Салавата Юлаева и Ивана Кузнецова общей численностью около 11 тысяч человек. Но с той стороны Байкала не заезжал. То есть, я вот как с Москвы ехал, уперся в него и назад. В 1786 году Кунгур из центра Пермской провинции преобразован в уездный город Пермского намечества. А после переименования в 1797 году оно и в центр Кунгурского уезда Пермской губернии. Местные все были в куртках, в джинсах, в брюках, в кинных. И я приехал, я на машине. Жара, июль. В шортах, в футболке. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 70. Ну, история Кунгура, я вот смотрел в Википедии, довольно-таки обширная, много интересного. Национальный состав преобладают русские более 90%. Экономика. В Кунгуре нет градообразующих предприятий. Количество организаций в городе растет за счет субъектов малого предпринимательства. Из них 70% индивидуальные предприниматели. В городе реализуется городская целевая программа поддержки предпринимателей. Хозяйственную характеристику города Кунгура определяют следующие факторы. Развитие города Кунгура как центра агропромышленного района. Хозяйственную характеристику города Кунгура определяют следующие факторы. Развитие города Кунгура как центра агропромышленного района. В настоящее время в городе продолжает развиваться кожевиная обувная промышленность. На Кунгурском обувном комбинате работает около 5000 человек. Работают предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции. Кунгурский молочный комбинат, мясокомбинат, мелькомбинат. Варят пиво местный пивозавод. Ладно, пусть послушаем пока что в салоне. В Кунгуре имеется Кунгурский машиностроительный завод, который производит нефтепромысловое оборудование, боровые установки, турбоборы. Занимается обработкой подъелочного камня. Имеется завод художественных изделий. Товары народного потребления производят фабрики музыкальных изделий. Амистар, выпуск гитар, лесомебельный комбинат, швейная фабрика и другие. В городе работают строительные транспортные организации, ремонтно-механический завод, завод металлистов, выпускающий скобенные изделия, мебельную фурнитуру. Город также является центром топливоэнергетического хозяйства Юго-Востока, нефтедобычи, производства и распределения энергии. По объему отгружаемой продукции 72,9% в 2015 году принадлежит пищевой отрасли. В состав пищевой отрасли входит ООО, МПЗ, Телец, ООО, МОЛКОМБИНАТ КУНГУРСКИЙ, ОООО МЕСОКОМБИНАТ КУНГУРСКИЙ. На этих предприятиях мясной промышленности выпускают ассортимент изделий из птицы, свинины, говядины и птицы. Так написано. На мясокомбинате ОООКОМБИНАТЕ КУНГУРСКИЙ выпускается около 150 видов мясных и колбасных изделий. В сутки комбинат производит 150 тонн продукции, а за год до 20 тысяч тонн. В 2015 году здесь работало около 920 человек. С 2013 года на комбинате стали выпускать мясные полуфабрикаты. Предприятие мясоперерабатывающий завод Телец был основан в 2000 году, как колбасный цех. Ну и так далее растет транспорт. КУНГУР. Крупный транспортный узел, через который проходят дороги федерального значения Р-242 и краевой, краевого Р-343 значения, федерального значения и краевого. В городе действует железнодорожная станция Транссибирской магистрали. Исторический КУНГУР был узлом путей сообщения в Доурале. Через город проходил известный Сибирский тракт. Гороблагодатский тракт связывал Конгор с Осой и с Гороблагодатским заводом. Абирский тракт с городом Бирск, Уфа. Религия, православие, ислам. Достопримечательности города. Особняк Ковалева, городская управа, гостиный двор, дом Ануфриевой, дом Грибушина, малый гостиный двор, особняки Сафронова, особняки Хлебникова, обелиск от войск Пугачева, особняк Дубининский, особняк Щербакова, Кунгурско-техническое училище Губкино, Кунгурско-городское четырехклассное училище, Елизаветская рукодельная школа, особня Кузнецова и, так вот написано, Поп-земли. Имеется пять музеев. Краеведческий музей, музей истории и купечества, художественный музей, музей семьи Грибушиных, музей камня в Кунгурском государственном художественно-промышленном колледже, заповедники. Основная статья, Кунгурская ледяная пещера. Я, кстати, проезжал в поезде, вот был разговор о Кунгурской ледяной пещере. Значит, те, кто там бывал, очень доброжелательно, положительно отзывались об этой пещере. Так, читаю дальше. Ледяная гора и Кунгурская ледяная пещера. Историко-природный комплекс регионального значения. Объединяет обширную систему подземных карстовых пустот и расположенный над ними участок с провальными воронками и реликтовой растительностью. Заповедник находится на окраине старинного уральского города Кунгура. В юго-восточной части платообразной возвышенности, называемая Ледяная гора. Ледяная гора вытянулась с севера-востока на юго-запад между Сылвой и притоком Шаквой, возвышающейся на 90 метров над уровнем рек и вклиниваясь в городскую территорию. Ежегодное мероприятие. Международный фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка». Фестиваль состоит из спортивной части и воздушных баталий. В первой части воздухоплаватели борются за личное первенство. Во второй – это командное состязание. Известные уроженцы Аркадий Ершов, епископ Кунгурский. Ашихмин Валерий, преподаватель ПГТУ, автор учебных пособий по математическому моделированию и программированию. Будрина Агата Григорьевна, искусствовед, краевед и музейный работник. Гребушин Михаил, российский предприниматель, беценат и общественный деятель. Гребягин Николай Николаевич, насильник, убийца, кунгурский монстр. Вот так вот известность. Глубкин Алексей Семенович, российский купец, чай-торговец, основатель чайной компании. Глубкин Кузнецов и компания, благотворитель и меценат. Дубровин Александр Иванович, российский политик, лидер Союза Русского Народа. Казачников Юрий Николаевич, конструктор артиллерийских систем, преподаватель ПГТУ. Красильников Дмитрий Георгиевич, политолог, проректор Пермского государственного университета. Микушов Юрий Николаевич, советский военачальник, генерал-майор РККА. Нюркаева Анна Захаровна, доктор исторических наук. Аспават Лев Самойлович, русский литератор. Пахомов Юрий Николаевич, украинский экономист, академик, нан Украины. Попов Михаил Абрамович, российский купец. Попов Петр Абрамович, российский купец. Одни купцы. Рябинин Борис Степанович, русский советский писатель. И тогда и так. Почетные граждане. Я не до конца дочитал, пусть не обижаются, кого не назвал. Почетные граждане. Андреевский, Николай Ефимович Грибушин, Михаил Иванович Губкин, Алексей Семенович, Кузнецов Григорий Кириллович, Кузнецов Александр Григорьевич, Лукин Вячеслав Семенович, Мейер Яков Андреевич, Скотский Федор Федорович, Степанов Геннадий Леонидович, Ярцевич Петр Николаевич, Бартов Борис Степанович, Попов Николай Иванович. В искусстве проводились съемки фильма «Приваловские миллионы», «Один и без оружия», «Покушение на горло», «Перед рассветом», «Мой боевой расчет», «Золото», «Тайна Кунгурской пещеры», «Отчий берег», «Отчий берег», «Отчий берег», «Отчий берег», «Если останется время, продолжу про Конгур», «Про Конгур», «Про Конгур», «На этом я закончу комментировать», «Более подробно прочитайте», «Википедии», «В интернете», «Невероятно интересное», «Замечательное место», «Почему-то несправедливо забытое» «В информационном плане». «Ну, я думаю, у Конгура все впереди». «Так, впереди поселок городского типа», «Соксон», «Административный центр Соксонского района Пермского края России», «Население 8 127 человек», «География», «Поселок расположен на левом берегу реки Сылва», «Приток Чусовой стати» «В 150 километрах на северо-запад от населенного пункта» «Расположен краевой центр Перми». «Железнодорожное транспортное сообщение с поселком» «Осуществляется через станцию Конгур», «Линия Пермь-Кузино», «Которая расположена в 50 километрах северо-западу». «Через Соксон проходит федеральная трасса Р-242 Пермь-Екатеринбург». «История». «Название населенного пункта имеют тюркские корни». «Соксон» означает «студеная вода». «Населенный пункт был образован в 1651 году». «Причиной послужило открытие в этих местах месторождения меди». Акинфий Демидов построил здесь железноделательный завод. Наличие меди послужило причиной того, что в середине 18 века было начато производство самоваров. И хотя запасы через некоторое время стекли, самовары продолжали делать. 20 июня 1933 года Соксон стал рабочим поселком. В 2017 году 8127 человек. «Экономика». «Имеется Соксонский оптико-механический завод. Курорт «Ключи». Предприятие «Соксонский хлебзавод». Предприятие «Промэнергосбыт». «Имеется Русская православная церковь Петра и Павла». Достопримечательности «Памятник самовару». Водопад «Плакон» деревни Пепелыши. Серый камень. Курорт «Ключи». Соксонский пруд. Карстовые воронки. Церковь Петру и Павлу. «Впереди опасный поворот. Ограничение 50». Интересные факты. Населенный пункт входит в перечень исторических городов России. Суксун носит имя столицы русского самовара. На железноделательном заводе в Суксуне был сделан первый в России пароход с железным корпусом, получивший название Никита Гемидов. Информации больше в Википедии нет, но место примечательное для тех, кто собирается в автопутешествия, автотуристы. Возьмите на заметку Кунгур, о котором я рассказал чуть раньше, а также Суксун. Впереди поселок, не поселок, наверное, сейчас посмотрим. Ачит. Так, Ачитский городской округ. Википедия, смотрим. Ачитский городской округ. Что-то не то, наверное. Так, Ачитский городской округ. Муниципальное образование Свердловской области России относится к западному управленческому округу. Административный центр, поселок городского типа. Так, географические данные. Городской округ расположен на юго-западе области. Округ расположен в пределах приподнятой равнины Уфимского плато и предуралия. Территория округа составляет 2076 квадратных километров. Граничит с Пермской областью, Красно-Уфимским округом, Артинским городским округом, Нижнесергенским районом и городским округом Староуткинск. Район расположен в пределах приподнятой равнины Уфимского плато предуралия. Абсолютные высоты 300-400 метров над чем-то, не знаю. Русская платформа. Так, ладно, это мы оставим почвы. Ну, почвы серые, лесные, дерново-подзолистые, алювиальные, горно-лесные, бурые. Не знаю, для меня это ничего не говорит. Фауна, млекопитающие, заяц, русак, суслик обыкновенный, косуля, лось, кабан, бурый медведь. Присмыкающиеся, прытка, ящерица. Так, историю почитаем. Ачицкий район был образован 27 февраля 1924 года в составе Конгурского округа Уральской области. Первоначально район включал в себя 13 сельсоветов, таких как Афанасьевский, Ачицкий, Березовский, Быковский, Верхнеркинский, Верхнетесинский, Кашаевский, Каневский, Судницкий, Тюшинский, Утинский, Чатлыкский, Ялунский. 1 января 1932 года Ачицкий район ликвидирован и введен в состав Краснофимского района. Далее информация с переименованием, переприсоединением. Так, население в 2017 году составило 16 031 человек. Национальный состав проживающих русские, морейцы, татары, украинцы, башкиры. В состав городского округа и района входят 53 населенных пункта. В городском округе они административно подчинены 11 до 2012 года было 13 территориальным органам местной администрации. Населенные пункты, достаточно много населенных пунктов. Достопримечательности. Так, упраздненные населенные пункты. 27 ноября 2001 года были упразднены деревни Верхбесерский, Ут, Верхбесерский, Ут и Горбунова. Не знаю почему. Достопримечательности. Археологический памятник. Следы древнего поселения Керчегал у села Коренская. Сельскохозяйственные угодья составляют от общей земельной площади более 35%. Но много информации такой, я думаю, нет. Но что еще здесь можно выцарапать? Полезные ископаемые природный газ, нефть, в малом количестве месторождения торфа, глины, песчано-гравийных материалов. Растительность и животный мир. Природная зона. Северная лесостепень. Флора. Леса средние и южно-таежные, сосновые, с елью и листино-сосновые, зеленомощные и травяные. Господи. Как написано, так читаю. В равниной части в сочетании с сосновыми заболоченными лесами. Основную информацию я прочитал. Кому интересно, можете сами поковыряться. Найти нужную информацию в Википедии и в интернете. Итак, смотрим по карте. Наиболее населенный пункт это Красноуфимск. По трассе можно будет увидеть поворот на Красноуфимск. Будет указатель. Он находится примерно в километрах. Но чтобы не собрать. Километров может быть 10 от федеральной трассы. В Википедии о Красноуфимске сказано, что Красноуфимск это город с 1781 года в Свердловской области России. Административный центр городского округа Красноуфимск и муниципального образования Красноуфимский округ. Город расположен на реке Уфа. Это приток реки Белой. В 224 километрах от Екатеринбурга. Через Красноуфимск проходит железнодорожная магистраль Екатеринбург-Казань. Ограничение 90. И автомобильная дорога Р-350. Ачит. Миссия Гутова. Миссия Гутова. Повторяю трассу Р-350. История. Основание крови Красноуфимск некогда закладывалось как крепость на новых пределах горнозаводского Урала. В апреле 1734 года в ручище Красный Яр, расположенном на реке Уфе, для умиротворения смутных башкир, был послан с командой солдат полковника Тевкелова. Ручище привлекало внимание полковника своим господствующим положением над Зауфимской долиной. Ну вот не совсем складный текст. Я его читаю так, как написано в Википедии. Вот такая лексика что ли. Так, ручище привлекало внимание полковника своим господствующим положением над Зауфимской долиной. Он счел, что нет выгоднее места для постройки укрепления на этой реке. Ну наверное он, надо было написать, он счел, что нет более выгодного места для постройки укрепления на этой реке. Ну ладно, это оставим. Именно здесь проходила дорога, которой башкиры пользовались для набегов на город Кунгур. 21 апреля 1734 года Тевкелев сообщает в Екатеринбург, управляющему сибирским горным заведением Татищево. Прямой текст. Трудно описать, сколь сие место удобно для постройки крепости и поселения людей. Крепость находилась на возвышенном правом берегу Уфы, примыкала с западной стороной к каменному гребню, ныне камешек. По этому гребню были продвинуты бастионы, вооруженные пушками. Далее тянулись вниз по реке высокие деревянные стены с башнями. Для укрепления крепости снаружи был сделан палисад, а внутри рубленый замок, в котором находилась церковь, канцелярия и воеводский дом. В 1736 году в крепости Красного Яра насчитывалось 516 душ. Здесь по-прежнему сохранялся казачий гарнизон, которому еще не раз приходилось отражать набеги бунтующих башкир. В настоящее время сохранилась одна из первых построек крепости – караульная казачья изба. Находясь в удобном месте, на крутой излучине реки, из нее хорошо просматриваются окрестности, и она служила для охраны доступов к крепости. 17-19 века Во второй половине 18 века в Красноуфимске большинство жителей составляли казаки – 475 человек. Мещан проживало 325. Купцов третьей гильдии к началу 19-го было немногим более 100 человек. Жители города – мещане, и в первую очередь купцы занимались торговлей и промыслом. Ездили купцы на ирбитскую ярмарку, где закупали китайские, немецкие, российские шелковые ткани, бумажные товары, которые продавали в Красноуфимске во время ярмарок 9 и 9 мая 6 декабря. Красноуфимск – удаленный от крупных городов Перми и Екатеринбурга, больше чем на 200 верст, а следовательно и от железной дороги. Не имел никаких других путей сообщений, кроме грунтовых дорог, а край был хлебный. Кстати, Кемерово, оно тоже не на федеральной, не на транссибирской магистрали находится, далеке от железной дороги, там часов, наверное, 4 или 5 часов нужно ехать до, в общем, такой тупиковой, скажем, тупиковой железной дороги. И вот то же самое здесь, в Красноуфимске, удален от крупных городов и имеет соединения с федеральной трассой, но это километров, я не знаю, 200 верст. Хлебами засевались более 200 тысяч десятин земли. Правда, был еще один путь сообщения водной по реке Уфе, но и он действовал не всегда, а только после ледохода, в весенне-летний период. На Уфе стояло несколько железноделательных заводов и несколько пристаней вдоль течения реки. Сплавное стоялоходство наблюдалось почти по всему течению и начиная от Нижнеуфалейского завода до Красноуфимска. В 1901 году по реке Уфе и ее притокам было отправлено 144 судна и 993 плота ценного груза. Преимущественно заводские изделия из железа, лес, изделия из дерева и хлеб. В 1897 году, по данным Всероссийской переписи, в уезде проживало 261 тысяча человек, в том числе в Красноуфимске 6,4 тысячи человек. Насчитывалось около 20 железноделательных и чугунолитейных заводов. Основным занятием населения, кроме горнозаводского, было земледелие и животноводство. В деле организации улучшения сельского хозяйства, промышленности, народного образования, врачебно-санитарного дела появилась положительная роль Красноуфимского уездного земства, образованного в 1870 году. Для работы земство приглашало людей со специальными знаниями, подготовкой для со специальными знаниями, от учителей, врачей, статистов, агрономов. 1 июля 1875 года в городе было открыто реальное училище в составе шести классов с горнозаводским и сельскохозяйственными отделениями. Преподавание сельскохозяйственных наук в реальном училище началось в 1880 году. 20 век. В 1918 году большевики, вопреки сопротивлению народа... Так, я вот опять не могу как бы сложить складно. Читаю, как написано. В 1918 году большевиками, вопреки сопротивлению народа, расстреляны несколько священников. Среди них Александр Малиновский, Лев Ершов, Алексей Будрин. В 1930 году Красноуфимск превратился в центр крупного сельскохозяйственного района. Были созданы МТС, но МТС это машино-тракторные станции, промкомбинат, крахмалопаточный завод. Здесь разместились селекционные станции, предприятия, обслуживающие нужды сельского хозяйства. В 1939 году в Красноуфимске проживало 23 тысячи человек. В военные и послевоенные годы в городе появился мехзавод, предприятие по переработке сельскохозяйственной продукции и выпуску стройматериалов. В годы Великой Отечественной войны Красноуфимск был тыловым городом и находился за тысячи километров от рядовой. Но его жители внесли посильный вклад в дело победы над врагом. В Красноуфимске, как и во многих уральских городах, были эвакуированы предприятия и заводы с запада страны. В течение первых двух лет войны в городе и районе было размещено более 15 тысяч эвакуированного населения, около 10 различных предприятий и учреждений. Среди эвакуационных предприятий были Всесоюзный институт растений и водства, Московский вагоноремонтный завод частично, Харьковский механико-машиностроительный институт, Ростовский, Коломенский, Рязанский заводы и другие. В 1942 году железнодорожники построили бронепоезд Красноуфимский железнодорожник и поезд Баню. Пять дивизий формировались или пополняли свои составы в Красноуфимском районе в году войны. В году Великой Отечественной войны Красноуфимский горвоенкомат призвал более 20 тысяч человек. Около 8 тысяч из них погибли. Блин. Офигеть. Тяжело читать такие вещи. Население Красноуфимска в 2018 году составило 38 395 человек. Достопримечательности Собор Александра Невского, Крепостная башня XVIII века и Первая казачья изба, Свето-Троицкий собор, здание железнодорожного вокзала памятника архитектуры начала XX века, здание Красноуфимского промышленного училища, здание винного погреба, Красноуфимский краеведческий музей на улице Советский, дом 42, Красноуфимская земская больница, историко-архитектурный памятник в конце XIX века, дом врача Сенкевича, историко-архитектурный памятник XIX века, дом заводчика Шевелева, комплекс на городском кладбище, в комплекс входит деревянная церковь, ворота и ограда, деревянная часовня, две каменных часовни, Комплекс является историко-архитектурным памятником первой половины XIX века, достопримечательность Дивья-гора, что это такое, тут не пишется, Красноуфимская сосновая роща, расположена в городской черте, объект имеет статус ботанического памятника природы, Березовые рощи, расположена на левом берегу реки Сарга, первый приток реки Уфы, объект имеет статус ботанического памятника природы, Озеро Криулинское является старицей реки Уфы, место гнездования водоплавающих птиц, имеет статус гидрологического памятника природы, Озеро Бутки является старицей реки Уфы, место гнездования птиц, село Сарсы-Вторые, боголюбский женский монастырь, основанный в 1890 году, Промышленность, основная отрасль городской промышленности, пищевая и деревообрабатывающая, Другие предприятия, Красноуфимский завод стройматериалов, Подденговский щебеночный завод и Красноуфимский опытно-экспериментальный завод, Известные горожане Алехин Глеб Викторович, советский писатель Александр Александров Леонид Александрович, переводчик Беринг Петр Владимирович, заведующий учебной фирмой, а затем директор промышленного училища до 1918 года Баргин Владимир Николаевич, агроном Красноуфимского земства Ирти Прахова Ираида Федоровна, заслуженный пилот СССР, почетный гражданин Городского округа Красноуфимск, Винокоров Василий Иосифович, гвардии старшина, участник штурма Берлина Карапетян Ольга Владимировна, архитектор Шапошников Борис Михайлович, маршал Советского Союза Учился в Красноуфимске Суховский Николай Феофанович, герой Советского Союза, погибший при форсировании Днепра Впереди мобильный пост ДПС контроля разметки, ограничение 90 Рогозникова Евстолия Павловна, террористка-революционерка Но я не перечисляю всех Низеров Вадим Матвеевич, художник Марьин Иван Ильич, герой Советского Союза Лейтенант, штурман, звена 24-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка Ну вот Не полная информация о Красноуфимске И то, что удалось Прочитать в Википедии На этом я, наверное, закончу комментировать Скажу, что вдоль Трассы, то справа, то слева, проходит железнодорожная магистраль Очень много рек Как вдоль трассы, так и поперек Причудливые русла Вот когда на поезде едешь Видишь Вот эти реки Просто потрясающие рыболовные места для рыбаков Так что, если кто любитель ловли на удочку, на спиннинг Я думаю, здесь вы получите огромное удовольствие Раздолье, проведя свой отпуск Вот в этих местах Ну а я на этом закончу, наверное Триндеть Послушайте дальше музыку Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова